Если вы задумывались об открытии своей кофейни, как и многие наверняка столкнулись с множеством вопросов. На первый взгляд кажется, что все довольно просто. Нужно лишь купить оборудование и хороший кофе, найти бариста и все готово. Но как только начинаешь углубляться, понимаешь сложности не исчесть. Выбрать подходящее место, найти надежных поставщиков. И, конечно, как обучить персонал так, чтобы они не просто готовили кофе, а создавали атмосферу для ваших гостей. Сегодня я хочу поделиться с вами решением всех этих вопросов платформой F-Store от Модульбанка. Она идеально подходит как тем, кто только планирует открыть свою кофейню, так и тем, кто уже управляет успешным бизнесом. Теперь вы можете закупить Specialty Coffee по ценам значительно ниже рыночных с доставкой на следующий день. Что касается оборудования, у вас есть возможность приобрести его с беспроцентной рассрочкой от банка, не обременяя себя лишними финансовыми трудностями. Кроме того, все сопутствующие товары, включая стаканчики и даже выпечку, вы сможете найти в одном месте. Кстати, у ребят есть постоплата на все позиции. Сначала получаете закупленный товар, а оплачиваете можно в удобное время в течение 21 дня. И что самое классное, эквайринг со ставкой 0%. Это настоящая находка для предпринимателей, позволяющая сосредоточиться на создании успешного бизнеса. Платформа также предлагает помощь в открытии кофейни под ключ и обучение для ваших баристов. Все необходимое для успешного кофейного бизнеса теперь собрано в одном удобном личном кабинете. Заказывайте все для своей кофейни в одном месте по ссылке в описании к ролику. Добрый день, друзья. Меня зовут Николай Стрельников. И сегодня у нас в обзоре профессиональная жирновая кофемолка Анфим Луна. Вообще с компанией Анфим я знаком очень давно, еще с 2014 года. Когда только-только первые модели появились, я купил ее себе в кофейню. Это была Анфим Кайман Он Диман Дисплей с пошаговой настройкой. Вообще вот эти такие длинные названия, конечно, это вообще всегда меня убивало. Она до сих пор, я уверен, работает. Я с ней проработал 2 года. С этого ее продал успешно. В Skoda 2 появилась кофемолка. Вообще, на мой взгляд, культовая кофемолка. Она неубиваемая. То есть она по 5, по 6, по 8 лет она работает на точках. И таких точках, где прям хвост и в гриву их используют. Где там, не знаю, краска облуплилась, но при этом жирнова только заменяй, и все будет хорошо. И в целом такие очень живущие модели. С плавной настройкой они появились. И это вот сразу же много где они вставали. Саша Сестик в 2015 году. Он на чемпионате мира. Он использовал SP2 как раз Анфим. И выиграл чемпионат мира. Немного истории. Анфим это итальянская, чисто итальянская кофемолка из Милана. Компания основана в 1932 году. И сейчас, на данный момент, она входит в крупнейший мировой холдинг Hemro. Такие бренды там есть, как Malkionic, Ditting, Hey Cafe и, соответственно, Анфим. Любую эту кофемолку можно приобрести у российского дистрибьютора. Это компания Madian. Madian это эксклюзивный дистрибьютор кофейного оборудования в России. У него в портфеле такие бренды, как Malkionic, Ditting, Анфим, Packpress, Tone. Вся информация о компании Madian в ссылке в описании к ролику. Анфим и Луна есть в двух вариациях. Есть Анфим и Луна, который на основе идет Malkionic 65-го. И Анфим Альба, который на основе Malkionic 80-го. Здесь вопрос мощности, скорости намалывания и в ресурсе. Сверху вниз у нас идет бункер на 2,2 килограмма кофе. Здесь у нас установлены жернова 65 миллиметров. Жернова изготавливаются на заводе Malkionic. Форма жерновов точно такая же, как у Pratik. У нас был обзор на Pratik. 1500 скорость оборотов. Порция намалывается примерно за 2,8 грамм в секунду. Здесь, в отличие от Pratik, здесь нет блокировки жерновов сзади. Что, на мой взгляд, хорошо. Случайным образом не собьешь, не сломаешь. Здесь изменение помола идет вот сверху. Спереди здесь находится. Корпус металлический. Единственный пластик здесь вот сверху. Крышка пластиковая идет. Сенсорный экран. Дальше рожок для холдера. Точно такой же, как у Malkionic. Один в один. То есть он крепится здесь, фиксируется. Такой достаточно вандалостойкий. Ну и, соответственно, с возможностью намалывания кофе. Внизу есть поддон для смалывания кофе. Он на магнитах. Соответственно, он здесь крепится и легко снимается, убирается. Ну и сама в себе форма. Очень прикольная. Та-дам! Либо это специальные ребята кто-то придумали, сделали на заводе. Просто фанаты Бэтмена. Либо это вот так получилось. Из приколюх здесь есть еще зажим, куда можно зажимать пачку кофе. Либо какую-то этикетку, для того, чтобы было понятно, что за кофе сейчас в бункере. То есть поворачивать в сторону гостей, в сторону зала и, соответственно, работать. Теперь про интерфейс. Интерфейс у экрана здесь очень простой. Максимально простой. Я люблю такие вещи, когда нету каких-то сложных графических решений. Когда все интуитивно понятно. Здесь у нас получается три возможных дозы. Маленькая доза на один эспрессо. Двойной эспрессо. И третья доза это чаще всего используют для того, чтобы смалывать кофе при изменении помола. И ручной мануальный режим, когда мы хотим домолоть кофе, если нам что-то не хватило и так далее. Здесь есть возможность выйти в меню. В меню мы выходим только если мы в менеджерском режиме находимся. Легко можно менять дозировку. То есть в данном случае до десятых долей, грамма и так далее. У любой порции мы это можем спокойно поменять. Можно еще поменять и картинку. То есть если хочется, к примеру, сделать не две чашки, а двойной холдер в картинку. Ну окей, хорошо. Ставим, к примеру, двойной холдер сюда. Запомнили. Теперь у нас здесь двойной холдер. Мы можем зайти сюда в режим и, соответственно, в настройки и статистику посмотреть. Можем поменять язык. Но, скорее всего, в нашем случае это только английский. Удобнее всего. Потом подсветка дисплея. Мы можем установить максимальную интенсивность дисплея или поменьше. Здесь есть функция Break Function. Это пауза между намалываниями кофе. Вот есть цикл, не знаю, условно, 6 секунд. Я намалываю часть порции. После этого я приостановил, убрал холдер. У меня пауза идет. И вот как раз-таки эта пауза здесь можно установить. 5 секунд, 6 секунд, 4 секунды и так далее. Я лично такими функциями не очень люблю пользоваться. Дело в том, что кофемолка разгоняется. Потом она работает на одной скорости. Потом идет момент торможения журналов. И вот разгон торможения, это у нас чуть-чуть другой помол. У меня такое бывает, когда ребят, к примеру, на обучении. То есть у них холдер куда-то ушел рукой. Они дернули, с кнопки убрали и кофемолка остановилась. Чтобы новый цикл не начинать, как раз-таки есть возможность завершить тот цикл, который был. Следующий пункт это до за тайм-аут. Вообще хорошая штука блокировка кофемолки следующие 2 секунды после того, как вы домололи порцию. Бывают случаи, когда особенно ребята, кто только начинает работать на кофемолке, еще пока не освоились с ней, они намалывают порцию и потом случайно вытаскивают холдер и опять нажимают повторно на кнопку. Если это происходит прямо в моменте, то кофемолка может начать намаловаться следующий цикл. И это лишние порции. Потери, списания и так далее. Здесь статистика по порциям. То есть какая порция, сколько было использовано. В данном случае видно, что одинарных холдер здесь не использовали. Мы все больше и больше уходим от этого. У меня в целом даже в тренинг-центре все кофемолки. Одинарная порция, ну может быть, беззадически кто-то намалывает. В основном это все-таки двойная порция. Здесь общий ресурс, он поможет нам понять, сколько вообще в целом порций было намолото и какой ресурс жерновов. Здесь ресурс порядка 700 килограмм. Плюс-минус в зависимости от того, как вы чистите, какое зерно вы используете, дефекты, не дефекты попались, что-то такие вещи. То есть здесь надо по ходу смотреть. Здесь есть карта памяти, которая дает возможность, во-первых, обновить систему. То есть если какая-то более новая версия вышла. И второе, это закачать картинку. Если вы хотите, к примеру, сюда в спящем режиме выводить логотип компании, ваше лицо или что-то еще, напоминание бариста братца в баре, к примеру, тоже полезная вещь, то это как раз вот удобная функция. Если говорить про время намалывания, то порция 18-19 грамм намалывается на классических жерновах у Анфима за 6,5 секунд. Примерно. Если сюда поставить жернова именно от кофемолки Малькёник, у которого более качественный металл и другая заточка, то скорость намалывания кофе у вас увеличится примерно на 30%. Но в целом, еще раз повторю, 4-7 килограмм кофе в день Анфим Луна в целом будет справляться. Если у вас уже около 10 килограмм, то Анфим Альба будет подходящей моделью в этом случае. Давайте теперь поготовим кофе. И как обычно у нас кофе, тейсти кофе, в Эфиопии сухой обработки. Приготовим эспрессо. Я буду смотреть, сколько дозировка у нас получается и, соответственно, настраивать помол. У меня сейчас туго достаточно заходит холдер, и когда я вытаскиваю, происходит дергание и кофе сцепается. Всегда у любой кофемолки это можно менять, настраивать, поэтому я сейчас здесь отрегулирую это. Мне нужно 19 грамм. То есть я возьму двойной холдер и намалываем. 19,7. Лишнее убираем. Носик, он подвижный. Во-первых, он снимается легко, и его можно чистить. А также вот здесь можно регулировать степень опускания или поднятия этого носика, для того, чтобы у нас более централизованно дозировался кофе фолдер. На выходе мне надо 41 грамм за 27 секунд. 29 секунд у меня получилось. Мне нужно чуть-чуть увеличить помол. Соответственно, чуть-чуть будем увеличивать. Плавная регулировка. Достаточно легко можно зафиксировать, где находится кофемолка. Меня лично раздражает, когда я не могу понять, на каком значении у меня находится. Либо очень мало их делений, либо вот эта стрелочка, которая указывает на значение, она находится далеко, и приходится проекцию делать. И, соответственно, опять-таки искажения. Все, с какой стороны от кофемолки стоишь, тоже плохо. Здесь все очень удобно видно. Время можно уменьшить намалывание, потому что на прошлом помоле за 6,9 секунд она давала мне 19,5-19,7 грамм. То есть на полграмма точно больше. Я увеличил помол, расстояние увеличилось между жерновами. И количество грамм кофе за это время точно тоже стало больше. Поэтому можно смело уменьшить до 6,4. Посмотрим, что будет у нас. 19 ровно. Отлично. Отлично. Это классическая сухая эфиопия. Сухофрукты, шоколад, орешки есть. Хороший баланс для базового зерна. При этом, если вы не хотите скучной Бразилии, которая везде и повсюду, то сухая эфиопия в этом данном случае это хорошее решение. Хорошо сочетается и с молоком, и в черном виде. Кстати, у нас есть ролик поездки в эфиопию. Разные плантации. Посмотрите обязательно. Amphim это боевой конь для многих кофеен. Этот бренд себя зарекомендовал уже с точки зрения истории. В течение 10 лет, что он в России есть, в кофейне работают с ним по 5-6 лет. Причем с такой достаточно серьезной, большой проходимостью. Мне было удобно с ним работать. То есть у него удобный сенсорный экран. У него чуть не привычная на первый взгляд настройка. Но это такое, это быстрое привыкание. Буквально 2-3 изменения по мол и все. Я запомнил, в какую сторону крутить. Удобный рожок. То есть холдер вставил, настроил один раз и работает. Она достаточно тихая, компактная. Дизайн у нее минималистичный. Он не отвлекает на себя, не привлекает внимание. Просто рабочая хорошая кофемолка. Из особенностей, которые мне оказались не очень удобными на первый взгляд, это бункер. Снимать его и пересыпать кофе мне неудобно. Особенно если мы говорим про классический пакет, у которого вот здесь зип. Ну я работаю просто чаще всего с кофе, у которого есть вот такая горловина. Она узкая достаточно. И в эту узкую горловину крышка от бункера просто не заходит. Приходится какими-то дополнительными девайсами пользоваться. Если у вас пакет просто отрезается и широкая горловина, вообще, конечно, без проблем. Вы попадете в нее легко и просто. Что касается стабильности дозировки, то, что я смотрел, отклонения максимум были 0,4 грамма. И то это был еще момент, когда я менял помол. Когда я уже не менял помол, а просто работал 0,1, 0,2, 0,3 грамма. Где-то вот такая погрешность. В целом это очень хорошо. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу Анфима. Кто из вас вообще работал на Анфиме. Я уверен, таких людей много. Их болячки, их плюсы, их удобства какие-то. Лайфхаки какие-то, возможно, будет интересно тоже даже пообсуждать. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Друзья, вообще, ваша подписка, ваши лайки, ваши комментарии очень помогают нам продвигаться. Хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok